Продолжение следует... В плане того, что по сравнению с прошлыми годами команда совсем играет другой футбол, который, я думаю, нравится вам прежде всего, потому что действительно они стали играть в более такой контроль мяча, короткая, средняя передача. Да, не забывают и о длинных передачах, но все равно уже этот футбол, я думаю, больше нравится зрителям, когда мяч где-то контролируется, где-то осознанно делаются средние и даже длинные передачи. У вас прекрасная атака, дай бог. В каждой команде, я имею в виду таким командам, как Луцк, Волынь, как мы, это и Ваватунда, это и Кабахидзе, это и Матей, это и Бигфалви. Все очень сильные футболисты, мы прекрасно понимали, что в обороне будет сложно. Но, тем не менее, сыграли достойно, я считаю, что в первом тайме, в принципе, контролировали ход игры, были моменты, пропустили нелепый гол, где-то не разобрались наши вратарии, центральный защитник Верни Дуб. Сантини крикнул мой, Верни Дуб не пропустил, попытался выбить, но кексанул и пропустили этот мяч. Но я все равно верил, что мы умеем и должны исправить то, что мы проиграем, уравнять шансы, а еще и выйти вперед. То, что попросил у ребят в перерыве, главное добавить было еще больше в движении, то, что они сделали, нам, скажу, повезло, может, а может и то, что правильно сыграли, больше хотели. В течение двух минут практически забили два мяча, и довольно хороших мяча после хорошей комбинации. Поэтому, я думаю, мы заслуженно победили. Были еще моменты, хотя нельзя сказать, что у команды Волыни не было моментов, был момент, и у вашей команды попали в штангу. Но это футбол, где-то везет, где-то не везет, поэтому мы победили, поэтому я благодарен своим ребятам. За отношения и за то желание, которое они проявили при этой игре, и добыли этих очень важных три очка. Юрий Николаевич, я уже говорил на флеш-интервью сейчас перед пресс-конференцией то же самое сказал. У меня спросили, или было в моей карьере такое, что в течение двух минут всю игру можно перевернуть в обратную сторону. Было, как и у игрока, когда я играл в питерском «Зените», когда мы 2-0 проигрывали торпеда московская, ну и сумели выиграть 3-2. Точно так же было, и может не так, но в том же «Фейнорде», когда 3-0 проигрывали, казалось бы, уже безнадежная ситуация, но ребята себя проявили с лучшей стороны, смогли уравнять шансы. Очень обидно, поверьте, они все плакали, особенно вся молодежь переживала, когда пропустили этот совсем ненужный нелепый гол. Но это футбол, самое важное, чтобы они учились на этих ошибках и не допускали их. Тогда будет прогресс, будет движение вперед. Я могу сказать, что у нас достаточно молодая команда, вот сегодня, допустим, самый старший игрок на поле, это был Никита Каменюка, 85-го года, все остальные 30 лет. А так все 91-й, 90-й, 92-й, 88-й. То есть команда именно такой возраст, когда можно добиваться хороших результатов. Мне очень приятно, я рад, что мне посчастливилось работать с этими ребятами. Я думаю, что у них большое будущее. Уверен просто, что у нас сейчас было два человека в национальной сборной, и еще поедут люди будут, потому что они доказывают это своей игрой. Еще вопросы будут? Как вы считаете, что это результаты голы, что это были результаты ваших атак, или больше помилки за кисточки в голы? Ну, я как тренер главной Зари, я считаю, что это результат наших быстрых атак, очень хороший. Первый мяч я могу вам сейчас нарисовать, даже контроль мяча на своей половине, пас вперед, средний сброс центральному защитнику, вернее, Дубу, и сразу же вбегание в правую зону, куда сделал этот Саша Караваев. Хорошая передача ему в ход, зрячий отдает передачу. И самое главное, что в этот момент Джабу, хотя и сбили, можно было пенальти, но у нас оказался не один Джаба и не один Будковский. Оказалось трое. Будковский, Лепарти и Хамчиновский. То есть это показатель того, что это очень быстрая атака развивалась, и плюс, что наша команда здорово при быстрых атаках насыщает чужую штрафную. Второй мяч, то же самое возьмите, опять же, только противоположная сторона. Левая сторона, в одно касание, короткая, средняя передача, потом выход во фланг, опять свободную зону, опять передача. Ну, конечно, при любом, я считаю, любой гол, который забивается, то ли в наши ворота, допустим, это все равно плод работы соперника, но и ошибки той же обороны. Потому что в любом мяче можно найти виноватого, хотя есть такие голы, когда очень сложно найти, но все равно я как тренер пытаюсь найти, чтобы избежать следующих моментов и никогда больше этого не повторять. Если только гладить наших футболистов, поверьте, добра тоже не будет, нужно просто знать, когда погладить, когда немножко наехать по-серьезному. И тогда у них все внутри переворачивается, они начинают жить и думать совсем по-другому, потому как хочется тренера. Чем вы не автобусом? Мы не автобусом, мы прилетели самолетом с Запорожья в Ровно, нас ваш автобус встретил сюда. Так как у нас сейчас, мы играли сегодня здесь, теперь две игры предстоит в Киеве, ответная на кубок с Динамо Киев в среду 8-го и 12-го чемпионат. Чтобы не летать туда-сюда, мы прилетели у вас сегодня, переночуем, завтра те, кто не играл, спасибо, опять же, вашим руководителям клуба предоставляют нам этот шанс на базе потренироваться, те, кто не играл. Те, кто сыграл, будет сауна, массаж. Опять ночуем здесь и 7-го с утра, а завтра вечером поздно приезжает уже наш автобус сюда. Утром выйдем нашим автобусом в Киев, здесь не так далеко ехать, совсем рядом. В Киеве готовимся, 8-го играем с Киевом, опять остаемся в Киеве и готовимся к игре 12-го числа. Поэтому я благодарен еще раз, пользуюсь этим случаем своим руководителям, что они все-таки в этот нелегкий, поверьте, очень тяжелый. Я думаю, не только у нас, я уверен, и у вашего клуба те же проблемы, и у многих клубов, ну, может быть, исключить можно Шахтер, Динамо, Днепр, Полтава, насколько я знаю. Так у них все нормально. А все остальные клубы сейчас выживают. Задача выжить, будем выживать, а дальше время покажет. Главное, что ребята в этой ситуации, выживая, показывают достаточно неплохую игру и желание играть. То есть, как я им говорю, вы не будете себе искать клубы, а вас сами эти клубы найдут. Только показывайте свой товар лицом. То, что у них и здорово получается. Я им за это очень благодарен. Спасибо за вопросы. Спасибо за просмотр!